Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Каждый день на вес золота от уборочных работ обсудили на еженедельном совещании у главы Чуваша и Михаила Игнатьева. Здоровые города, здоровый туризм. В Чебоксарах прошла межрегиональная конференция. День города, день гордости. Столица Чувашии 548. Август выдался на удивление теплым и без осадков. В республике наращивают темпы уборочных работ. Аграрии уже скосили. Почти 85 тысяч гектаров обмолотили более 230 тысяч тонн зерна. Сегодня каждый солнечный час на вес золота. Из-за продолжительных дождей уборочная кампания в этом году началась позже на 20 дней. Но на качество зерна погода не повлияла. Урожайность по сравнению с прошлым годом даже выше. Почти 29 сантиметров с гектара. Урожайность по сравнению с прошлым годом выше на 5 сантиметров с гектара. И составляет сегодня 28,4 сантиметра с одного гектара. Среднесуточный обмолот чуть больше 7 тысяч. Мы здесь говорили можем 15. Но вот с этим переходом кто-то зимы убрал. У нас есть 380 хозяйств, которые посеяли зимы. 152 организации сегодня закончили. Или остальные с переходом связывают. Где-то все-таки недозрелые, где-то еще что-то. Один из передвиков этой уборочной кампании – Яльчикский район. Там уже скошено более половины площадей. Отстают Алатарский, Красночитайский, Маргаушский и другие. В целом по республике предстоит убрать еще более 2-3 площадей. Погода благоволит, срывов быть не должно, сказал на совещании глава республики. Обсудили и цены на зерно. В перегибах не должно быть. Вот, по крайней мере, сейчас то, что было озвучено, на уровне продовольственной пшеницы не должно стоить в уроженое зерно. Никто не говорит, что надо выкручивать руки сельхозтоваропроизводителям. Производителям об этом речи нет. Мы максимально должны информировать жителей, кто ведет свое домашнее хозяйство, кто ведет личное пацанное хозяйство. И от этой ориентации цен они делали правильный выбор для себя. Что касается уборки картофеля и овощей, то второй хлеб убирают уже в 8 муниципалитетах. В пяти районах – овощи. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. И в развитии темы наша съемочная группа побывала на ночной уборке урожая. По хрупким стеблям тяжелая техника. На часах 8 вечера, но комбайнеры продолжают уборку. Лето было непростым, но вопреки непогоде урожай зерновых высокий – 48 сетней раз гектара. Долгие годы это поле пустовало, теперь же здесь ждут неплохой урожай. Мы в прошлом году вот эти все залежные земли, это 1500 гектаров, за все лето полностью ввели в сельхозоборот. Это означает, что мы боролись с сорняками, вырубали лес, выравнивали поля, осушали заболоченные места. И эти все 1500 гектаров мы засеяли зерновыми культурами. Управлять современным комбайном не сложнее, чем автомобилем. Правда, скорость всего 5 км в час. Главное – не пропускать колосья и ехать ровно. Машина оснащена системой дистанционного мониторинга. С помощью смартфона в режиме реального времени можно контролировать скорость и расход топлива и следить за передвижением сельхозтехники. Так, вот в поле, вот, вот КАМАЗ двигается. Вот он, видите, уже едет к нам, вот он, видите, там далекие фары. Вот мы его видим, он сюда уже подъезжает. В среднем урожайность по республике выше, чем в прошлом году. Тогда показатель остановился на отметке 25,7 сантиметра с гектара, пока погода способствует уборке. На сегодняшний день собрано с площади около 50 тысяч гектаров. В прошлом году было в 4 раза больше. Поэтому основная наша задача за короткое время – собрать весь урожай. Здесь мы, понятно, сталкиваемся с трудностями, так как поздно посеяли зерновые, еще не созрели, зеровые зерновые. И выигрывают те хозяйства, где есть озимую культуру. Вот многие сегодня заблуждаются, говорят, что влажность 20-23, мы пока не готовы, где-то 18, мы еще ждем, пока подсохнет. Ни в коем случае ждать нельзя. Уже дни, осень наступает, мы говорим, да, дни становятся короче. Рифат Ваткулин, Сергей Адушкин, «Республика». Сегодня глава республики провел ряд рабочих встреч на повестке дня «Межнациональная политика» и перспективные проекты в сфере промышленности. Подробности в следующем материале. Приветствую, еще раз на Чувашии. Члены Совета по межнациональным отношениям изучили детально, как в республике сохраняют самобытную культуру. Гости говорят, что опыт региона необходимо перенимать. В Чувашии создана Ассамблея народов, а в ноябре откроется и Дом дружбы. Здесь есть система работы. Спасибо, что вы ее поддерживаете, развиваете. Есть опыт, механизмы работы и есть чему поучиться. Процессы глобализации в определенной степени, конечно, негативно влияют. Что-то мы потеряли, может быть. Вот наша задача, я с первого дня работы говорил, вот только укреплять и ничего не терять. Межнациональная политика освещается широко и в местных СМИ. У журналистов республики есть чему поучиться, отмечают члены Совета. Они предложили организовать этноэкспедицию в республику для пишущей братья со всей страны. Очень сильные очерки у местных журналистов. Это вообще исчезающий жанр. Такой исчезающий жанр. Но вот даже Лена Зайцева из советской Чувашии, это просто блестящие очерки. Это наш руководитель отделения Чебоксары. У нас в Чувашии единственный регион, где у нас созданы как бы две ячейки. Одна в Канаше, другая здесь в Чебоксарах. И очень активно они участвуют в наших мероприятиях. Сегодня же глава региона встретился с генеральным директором Арзамасского приборостроительного завода. Нижегородское предприятие ищет новых партнеров республики. Ресурсы сбережения, строгий учет и контроль за этими ресурсами. Это то, в чем мы кое-что понимаем и делаем. Как раз приборы, обеспечивающие Нижний Новгород на водосчетчиках и теплощетчиках наших. На Арзамасском заводе производят и инновационные водосчетчики, которые способны снимать показания в удаленном режиме. Такие приборы в перспективе намерены закупать и местные коммунальщики. Предприятие также проявляет интерес к электрокластеру республики. Мы создаем новые продукты высокотехнологичного производства, где уровень зарплаты позволяет на сегодняшний день полтора-два в отдельных предприятиях в три раза больше. Этих предприятий, конечно, мало на сегодняшний день, мы это признаем. Но в перспективе, вот крен мы на этот сделали, его чем правильно, рынок-то регулирует он сам по себе. Предприятия промышленности республики Чувашия всегда были на острие самых таких эффективных изменений и всегда двигаются в таком актуальном направлении. Олег Лавричев отмечает, что взаимодействие предприятий регионов может дать новый импульс для роста экономики. Совместные проекты будут реализованы в ближайшие годы. Стороны в этом заинтересованы. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин и Александр Петров. Республика. Только что нам сообщили, что со стороны Чапаевского завода виден дым. Однако сейчас жители близлежащих домов уже не видят там пламени. Будем следить за развитием событий. Подробнее об этом в нашем завтрашнем выпуске новостей. И к праздничной части выпуска столица Чувашия отметила свое 548-летие. Праздничные мероприятия соседствовали с деловыми. Чебоксары стали местом проведения межрегиональной конференции «Здоровые города. Здоровый туризм». Главы городов, представители Государственной думы, Общественной палаты России и международные российские эксперты обсудили наиболее эффективные практики в сферах развития внутреннего и оздоровительного туризма. И столица нашей республики. Есть что показать. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так решили организаторы и предложили гостям три выездных и дискуссионных площадки. Здоровая городская среда – лечебно-оздоровительная инфраструктура развития внутреннего туризма. Каждый как наглядный пример того, чего можно добиться, если ставить перед собой правильные задачи. Город Чувашия за последние годы активно работает в туристическом направлении. И я думаю, что вы поочию убедились и сегодня вам показали те объекты, которые были построены за последние годы. Увиденное обобщали за круглым столом. Участники конференции – представители более чем 35 городов России и ближнего зарубежья. Напомним, Чебоксары – второй российский город, который вошел в европейскую сеть Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Опыт сотрудничества – более 10 лет. За это время удалось реализовать ряд совместных проектов, в частности, связанных с профилактикой и борьбой с туберкулезом. У вас есть модель, у вас есть возможность, чтобы это тиражировать не только в Российской Федерации, но и в ней. Главное, считают организаторы конференции, создается некая модель здравительного туризма, когда отдых, лечение и реабилитация соединяются в одну систему. По итогам работы каждой площадки был сформирован комплекс предложений и мер. В резолюции нашей конференции я предлагаю записать пункт, рекомендовать органам местного самоуправления выделить в отдельное направление деятельность по созданию условий для развития туризма. Все предложения нашли отражение в главном документе конференции. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» и Ассоциацией «Городов по Болжье». Это ориентир для дальнейшей подготворной работы, отметили участники форума. Участники конференции «Здоровые города, здоровый туризм» посетили и крупнейшие медицинские центры Чебоксары. Представители муниципальных администраций и специалисты, отвечающие за развитие оздоровительного туризма, оценили работу онкологического диспансера, центра травматологии одного из столичных санаториев. Эти медицинские учреждения привлекают пациентов со всей страны и из-за рубежа. Участники межрегиональной конференции интересовались лучшими практиками в сфере оздоровительного туризма и технической оснащенностью лечебных центров. Современное оборудование – определенный плюс, но необходимо разрабатывать программы реабилитации пациентов. Чуваши – один из немногих регионов страны, где эта работа налажена. У нас даже если операцию сделал какой-то великий человек, великий хирург, то процесс выхаживания и последующая реабилитация – это большие проблемы. У нас в принципе этих институтов в стране нет. Здесь я вижу, как это все реализуется, и здесь я вижу перспективы в этом. Там на самом деле потрясающие возможности. И врачи с таким опытом – это на самом деле дорого стоит. У нас есть, конечно, несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание. Это все-таки сервис, который нужно подтягивать до более высокого уровня, чтобы иностранные пациенты поехали. Очень радует успехи республики в продвижении высоких технологий, в уровне медицинской помощи, которая сегодня доступна для населения. Это пример, я думаю, для многих республик. Здесь не только пример, как доступны какие-то медицинские услуги, новое совершенно высокотехнологичное оборудование, но и те принципы, которые внедрены в менеджменты качества, как в вашей республике, так и в нашей республике. КОНЕЦ В усах людей. Статный силуэт, традиционная бурка, папаха, сабля и, конечно же, усы. О личности их обладателей известно многое. Но что мы знаем об усах? Мнения о том, для чего нужны были Чапаеву усы, разделились. Время задуматься это дает. Вы вопрос задали, я вот должен сразу отвечать. А так бы я сказал, да. Усы? Для храбрости, мне кажется. Для солидности. Ну и, наверное, жениться хотел еще. В усах вся сила. А как бы эта сила помогла Ночдиву в современном мире? Горожане с радостью пофантазировали и о том, кем бы сейчас стал Чапай. Экскурсантом. Он бы пошел, наверное, в ОМОН. Он это дело любил и был бы, наверное, к делу. Это боевой товарищ. Я думаю, что он где-нибудь в Министерстве вооруженных сил или в Генштабе работал. Он был бы рядом с Шойгу. Или его опередил даже. В лидерских качествах полководца сомнений нет ни у кого. Но есть человек, который узнал о них не из учебников истории. Имя бабушка просила оставить в тайне. Но поделиться историей согласилась. Маму мою знала Чапаева. Мальчишка он был. Очень такой отважный мальчик. Все время, как говорится, все его слушались. Вся молодежь, все мальчишки, все за ним тянулись. В то время уже все хотели с ним дружить. Он о себе не думал. Он думал, как бы помочь людям. У него вот такой характер был. Стойкий характер помогал Чапаю и в сражениях. Чапаев не знал поражения, кроме одного, когда он погиб. Вот это тоже удивительная ситуация. Ведь он любил книгу «Суворова наука побеждать». Едва научившись читать, он эту книгу не расставался с ней. И эта книга дала ему возможность достичь сердца каждого солдата. Что солдаты его безумно любили и готовы были за него отдать жизнь. А поэтому он поражения ни в чем не знал. Танцы, музыка, мода, игры, быт того времени. Все это можно было увидеть на площадке «Чапай зовет на чай». Военный лагерь столетней давности разбили участники клуба исторической реконструкции «Русский егерь». Мастер-класс по скручиванию шинели и завариванию чая – квось программы. Иван-чай намного вкуснее и самовара. Как в старину, как сам Чапаев пил. На площадке национального телевидения «Чуваши» тоже ажиотаж. Оказалось, горожане много знают о знаменитом земляке. С большим интересом отвечали на вопросы викторины. В каких-то городах есть памятники Чапаеву? В Балаково. Потом Чапаевский, по-моему, где-то в Дегурале. Самые активные участники получили призы. Примерить собственноручно сделанные усы желающих было хоть отбавляй. В конкурсе рисунков тоже. Кончарная мастерская под открытым небом для особенно творческих натур. Мастер показывает высший пилотаж. Повторить такое непросто. Начинать нужно с малого – фигурок животных. В конце праздника все, кто собрался в сквере, образовали большой хоровод вокруг Чапаев. Татьяна Молокова, Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин. Республика. За последние семь лет зарядка со звездой в Чебоксарах стала уже традиционной. В этом году звездное имя держали в секрете до последнего. В роли звезды в этом году выступил известный и популярный артист российского кино, сыгравший солдата Ивана Чонкина. К тому же наш земляк, обожающий свою малую родину. Да и просто приятный собеседник Анатолий Гущин. Каждый раз, когда я приезжаю в город, он преображается. Я сам снова в Чебоксарск, но когда в Чебоксар я приезжаю, становится все храше, лучше. Люди были всегда приветливыми, были всегда добрыми, отзывчивыми. Я всегда с радостью говорю о том, что я из Чувашии. Растяжки, прыжки и спортивно-танцевальные упражнения делали не только на Красной площади, но и далеко за ее пределами. Звезду кино на сцене поддержало целое созвездие спортсменов. В том числе чемпионка мира и Европы серебряный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе Олимпиады Иванова. Заслуженный мастер спорта России, президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу. Победитель первого международного турнира по профессиональному боксу, президент Ассоциации кикбоксинга Чувашской Республики Алексей Соколов. Вместе с горожанами всех возрастов зарядку с удовольствием делали и представители органов власти Республики. А также руководители организации предприятий. Словом, все, кто неравнодушен к спорту. Мы пришли на зарядку, чтобы приобщить своего ребенка к здоровому образу жизни. И чтобы она всегда знала, что это полезно, интересно и очень весело. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. А пилотажная группа «Первый полет» все-таки прилетела в столицу Республики уже второй раз в истории. Это единственный коллектив в стране, выступающий на спортивных поршневых самолетах Як-52 и Як-54 в составе пилотажной группы, молодые летчики-призеры чемпионатов мира и России по высшему пилотажу. Причем сольную программу на самолете Як-54 выполняет единственная в коллективе девушка Ирина Маркова. Петля Нестерова и Мельман, восходящие и нисходящие в бочке, повороты на вертикале практически весь каскад пилотажных фигур, и, наконец, рисунки фигур в воздухе дымовыми шашками не оставили равнодушными буквально ни одного чебоксарца и гостя столицы Республики. Групповая слетанность пилотажной группы «Первый полет» настолько профессиональна, что дистанция между самолетами почти незаметна. «Плоскость к плоскости», как говорят в авиации, а потому синхронность выполнения фигур в воздухе была практически безупречна. Друзья, эта фигура называется «Корона». Сегодня наш город по-настоящему заслуживает корону. Но мы от нее откажемся, потому что мы любим свой город не за подарки. Мы любим свой город за его жителей и за эти праздники, которые дарит нам город. На главной площади столицы состоялся традиционный фестиваль семейного творчества «Аистенок». В год матери и отца праздник получился особенно ярким. За 9 лет в «Аистенке» приняли участие более 400 семей. Фестиваль давно перестал быть простым конкурсом колясок. Сегодня это настоящий карнавал, где главными участниками являются дети и их родители. Сказка-коляска, эко-коляска, коляска будущего, национальный колорит и маленький патриот. Такое условное разделение по группам сделали организаторы праздника. Более ста чебоксарских семей представили на конкурс свои творческие работы. Уже 9 год на этой площади мы собираем самых активных, креативных молодых пар, молодых семей. Семья – это ячейка общества. И какое будет общество, конечно же, дорогие мои родители, зависит только от вас. Сказочные принцессы, пираты и герои комиксов. Такими образами компетентное жюри уже не удивишь. В год матери и отца участники фестиваля решили оставить свой след в летописи столицы. Некоторым фантазиям чебоксарцев могли бы позавидовать самые смелые дизайнеры и изобретатели. К примеру, эта коляска «Аэрокарт» работает исключительно от положительных эмоций. «Аэрокарт» – воздушная машина. Мы долго думали, сооружали, собирали совместными усилиями. Дети нам помогали. Вот готовая коляска. Семья Фиксиков с их «Аэрокарт» выступила в номинации «Коляска будущего». Рядом с ними стройным шагом промашировала семья Трофимовых. Они сделали акцент на космическую тематику. Коляску декорировали по вечерам, в свободное от работы время. Помогали родителям и младшие дочки – Варя и Катя. Нам было очень интересно поучаствовать в этом конкурсе, влечь в это участие наших детей. Когда мы готовились к этому проекту, они обе пытались с нее залезть вот в этот космический корабль, испытать его. А эта семья выбрала самую важную, на их взгляд, номинацию – «Маленький патриот». Мы решили патриотизм поднять у детей, и таким образом мы выступаем в военной форме. Совместный труд сблизил и семью Гуслеровых. На Красную площадь они вышли в старинных чувашских костюмах. Коляску сынишки украшали больше месяца. В ход пошли старинные бабушкины украшения и мамины ткани. За два конкурсных часа на площади собралось рекордное количество народу. Случайные прохожие не могли отвести взор от произведений дизайнеров-любителей. Есть и еще один положительный момент в этой истории. Фестиваль сплачивает чебоксарские семьи. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Новому городу новую площадку подарили компании Искачей и Сбербанк. На единственной в своем роде инклюзивной детской площадке под названием «Изумрудный город» вместе могут играть дети вне зависимости от состояния здоровья. Итак, дамы и господа, торжественное перерезание зеленой ленты из «Изумрудный город» с сегодняшнего дня объявляется «Открытый!» Смех и радость теперь будут царить здесь всегда. Особенные дети с ограничением по здоровью наравне с обычными мальчишками и девчонками катаются на аттракционах. Таких городков в России не так много. Все игровые элементы новой площадки – лестницы, горки, мосты – предназначены для того, чтобы дети с любыми возможностями могли активно проводить здесь время. Давно такая проблема была – отсутствие площадки, потому что дети очень одиноко себя чувствуют, приезжая на обычную площадку, которая не приспособлена. И они не могут подружиться, не могут играть, то есть в стороне стоят и смотрят. Мы очень переживали. Так зародилась идея построить особую площадку для ребят, которые не очень здоровы, но очень хотят быть, как все. Я считаю, что все основные велосипеды уже изобретены, и поэтому, думаю, надо подсматривать, подглядывать и подслушивать тот опыт, который имеют наши коллеги, друзья, партнеры и в стране, и за рубежом. Так вот и я, путешествуя с семьей в Праге, посмотрел подобную идею, где дети на центральной улице могли разрисовывать кирпичики, и эти кирпичики потом шли на некое благое дело. Вот те самые кирпичики, разукрашенные руками простых горожан, неравнодушных к чужой беде. Именно из них и сложили дорогу в изумрудный город. В рамках благотворительной акции проведено 12 мероприятий. За три месяца было собрано порядка 350 тысяч рублей. Львиную долю расходов взял на себя застройщик микрорайона «Искача». Замечательный подарок, на самом деле, подоспел вовремя. Мы его вам дарим. Большое спасибо нашим партнерам Сбербанку и благотворительному фонду за, ну, на самом деле, за ту поддержку, за ту, на самом деле, наверное, импульс, который дали нам для совместной реализации данного проекта. Вот так просто сбываются детские мечты. Мы переехали недавно. Безумно счастливы в том, что тут хорошо. Современная площадка, где можно играть обоим нашим детям. У нас один ребенок ДЦП. Тут очень хорошее покрытие. Можно даже ребенка отправить поползать немного, потому что он все-таки у нас не ходит. И замечательные сенсорные доски. Площадка нам безумно понравилась. Мы будем проходить сюда снова и снова. Инклюзивная площадка в 3 миллиона рублей построена за считанные месяцы. Уже понятно, что этот городок станет самым излюбленным местом отдыха для детей и взрослых. Элита швейного производства, известная по всей стране, новочебоксарская фабрика отметила 25-летие. На торжественном мероприятии присутствовал и глава республики Михаил Игнатьев. Пермь, Краснодар, Екатеринбург и Челябинск. География магазинов Вестер, дистрибьюторов фабрики обширная. Сегодня в мужских сорочках от чувашского производителя ходят известные бизнесмены, политики и общественные деятели. Девиз предприятия – мужские сорочки, созданные в России, должны отвечать высочайшим мировым стандартам. К 25-летию со дня основания швейная фабрика выпустила новую коллекцию рубашек. Большой ассортимент продукции отметил и Михаил Игнатьев. Предприятие знавало разные времена, но всегда старалось держаться на плаву. Когда рубашки в цехах сшили, а продавать не могли, складины были заполнены, соответственно, и зарплату надо вовремя выплачивать, оборотных средств не хватает, но они всегда искали новые варианты решения всех тех вопросов, которые возникали и возникают на потребительском рынке. Главные на празднике – это работники фабрики, ветераны, люди, стоявшие у истоков ее создания. Мы к этому празднику шли. Много было и разочарований, много было сложностей. Но без сложностей что за жизнь такая, если все хорошо? Без этого нельзя. Хочу поблагодарить вас, весь коллектив, с тем, что, несмотря ни на что, вы работали, работали, работали. И мы вместе с вами. Стабильная работа коллектива швейной фабрики – это, прежде всего, регулярное пополнение городской казны. Выражаю слово искренней признательности за добросовестный труд на благо нашего любимого Новочебоксарска. Желаю вам творческих успехов, реализации всех намеченных планов и финансового благополучия. 25 лет – только начало, отмечают работники фабрики. В юбилейный год элита запустила новый бренд мужских сорочек. Ему всего 34. Как отмечают разработчики, это линейка мужской одежды более свободного характера. Название выбрано не случайно. Считается, что классическая мужская сорочка состоит ровно из 34 элементов. Говорят, что современный мужчина достигает пика своей формы к 34 годам. Так или иначе, но магия цифр в полной мере отражает абсолютно новый бренд фабрики. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Десятки машин спецслужб стянули в день города к проспекту Ленина. Никакого ЧП не произошло, техника собралась на парад. Как это было, я расскажу вам далее. Чебоксары готовятся к параду спецтехники. И через несколько минут дадут сигнал, и более 150 машин, которые обеспечивают жизнь города, проедут колонной по проспекту Ленина. И прямо сейчас мы постараемся узнать, что это за автомобиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам, что это за агрегат, что за автомобиль? Автогрейдер. Что это? Автогрейдер. Да, а для чего нужен он? Как на чего? Снег убирать. От дальнейших расспросов водитель отказался. Зато мы смогли попасть в кабину. Сейчас я нахожусь за рулем машины, которая зимой убирает снег. Ощущение очень необычное, потому что впереди очень много всего. И сейчас очень сложно представить, как водитель видит дорогу за всем этим оборудованием. Техника, которая так или иначе связана с дорогами и их обслуживанием, вообще составляла большинство на параде. Разметочная машина наносит дорожную разметку краской. То есть это фактически вы, да, наносили разметку буквально вот здесь, на проспекте? Да, да. Это вот именно вот эта машина, которая стоит на КАМАЗе, контур у нас. Наносит термопластиком горячим, разогревает его до 220 градусов и потом занимается укладкой. Термопластик – это какая-то новая технология? Ну да, так скажем, новейшая технология. Если предыдущие экземпляры горожане часто видят на улицах города, то вот этот кран многие увидели впервые. Это самая мощная в своем классе машина, отмечает водитель. Поднимает он 110 тонн. В транспортном положении весит 60 тонн. Длина стрелы 52 метра. Плюс гусек 30 метров. Общая длина стрелы 82 метра. Для чего использовалась эта машина? На стройке, на заводах, химпроме, на ГЕСе, где тяжелые груза, там и работают. Итак, те, кто строит дороги, обслуживает их, устраняет неисправности, тушит пожары, спасает жизни и охраняет здоровье. Технику представили все спецслужбы. После сигнала автомобили двинулись ровными рядами. Синхронность отработали всего за одну ночную репетицию. Техника, конечно, замечательная. Прямо, прям, прям. Были бы тут мои мальчики, они бы вообще в восторге были. Но так нравится. Интересно. Мы-то даже порой не представляем, какая техника у нас есть. Ну, да, по городу гуляют. Вот новые машины видим и радуемся тому, что город все-таки приобретает эти новые машины. И вот, конечно, Дорекс, который наш город делает чистым, красивым, очень понравились. Мне понравились КамАЗы всякие. Медленно ехал, можно было рассмотреть. На парад вышла, конечно, не вся техника. Пока одни машины неспешно двигались в сторону центра Чебоксар, другие мчались в направлении северо-западного. Специальные службы всегда на страже города, особенно в праздник. В день своего 548-летия в центре столицы Чувашии вновь появился творческий бульвар. Ежегодный арт-проект с таким названием успел полюбиться чебоксарцам и стать своеобразной визитной карточкой главного праздника города. О самых интересных местах бульвара Юлия Важенина. Чтобы прогуляться пешком от Детского мира и до Красной площади в обычные дни жителям города Чебоксары требуется лишь полчаса. Но только не 20 августа. В день рождения города Чебоксары просто невозможно пройти мимо уже ставшего традиционным арт-объекта творческий бульвар. Это большая сцена протяженностью более трех километров. Ну и, конечно, это прекрасная возможность пройтись пешком по главной транспортной артерии города Чебоксары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повторно. На 4 часа две центральные улицы столицы стали пешеходными. Еще бы, ведь такой поток горожан тротуары бы точно не вместили. Каждый кусочек дороги, сквер или остановку заняли разные персонажи. А мы, капитан Джек Воробей и Красная Королева, фотографируемся вот с этими тегами разными. И детям очень нравится. Жители города Чебоксара, мы поздравляем вас с праздником, днем города. Именно в этот день, день рождения города Чебоксары, воплощаются самые смелые творческие идеи. Одной из самых интересных точек творческого бульвара стала точка «Посади лес». Именно здесь любой желающий мог попробовать посадить сосну, что мы сейчас и будем делать. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из самых главных показателей качества, да, мы тянем немножко вверх, если оно легко не вытаскивает, значит мы с тобой его посадили хорошо. На творческом бульваре каждый смог найти себе площадку по душе. Ходим ежегодно, специально ждем этого дня, чтобы пройти по такой широкой площади, посмотреть на все творческие коллективы, соединиться с ними духом, повеселиться, зарядиться энергией до следующего года. Национальное телевидение не осталось в стороне и тоже приняло участие во всеобщем празднике творчества. Например, участникам нашего конкурса нужно было воспроизвести известные песни. Но не все так просто. АПЛОДИСМЕНТЫ А вокруг этих ребят собралась самая большая толпа. Барабанщики группы Васильев Груф точно покорили сердца жителей нашей республики. Кстати, один из участников группы родом из Чувашии. Как всегда, приятно приехать домой, увидеть родных и заодно выступить. Творческий бульвар, пожалуй, самое яркое событие дня города. Он еще раз подтвердил, что креативных людей в Чубаксарах становится больше. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. День города, день гордости. Эта театрализованная постановка стала кульминацией торжеств. Праздничный вечер на Красной площади украсил и концерт звезд российской эстрады. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. В объективе телевизионной камеры Красная площадь, как на ладони. Кадры, которые захватывают дух своим масштабом. В театрализованной постановке о прошлом, настоящем и будущем города задействовали порядка ста артистов. В лучах софитов акробатические трюки, фаер-шоу и танцы амазонок. С 548-летием столицы горожан поздравила глава республики. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы чубаксары преобразились. Но грядущему юбилею предстоит реализовать еще немало планов. Мы строим поликлиники, в шаговой доступности открываем учреждения и образования и здравоохранения. Огромные средства выделяем для того, чтобы меры безопасности соблюдались и водителями, и пешеходами. Вместе, сообща, живя в мире и согласии, мы будем двигаться только вперед. Будем заниматься вопросами повышения качества жизни. Глава администрации столицы уверен, что у города большие перспективы. Сейчас чубаксары входят в десятку самых экологичных и безопасных муниципалитетов страны. Это подтверждает и стремительно растущая демография. В этом году настало 500 тысяч человек. И по классификации геоурбанистов мы перешли из разряда крупных городов в состав крупнейших городов нашей страны. Для горожан выступали и артисты из Москвы. Группа барабанщиков Васильев Груф поразила чубаксарцев виртуозной игрой на ударных инструментах. Этому шоу рукоплескали и за рубежом. Музыкальный подарок для горожан – концерт группы «Браво». Артисты исполнили на Красной площади легендарные хиты. Кульминация дня города – красочный фейерверк. Над заливом выпустили более 700 залпов, которые создали в небе эффектную картину. А для любителей спортивного образа жизни по Эгерскому бульвару начала функционировать универсальная спортивная площадка. На открытие нового объекта побывала наша съемочная группа. Хоккейная коробка или футбольное поле? Ответ – универсальная площадка, расположившаяся по адресу Эгерский бульвар 33. Теперь ребятам с этого двора есть где провести время весело и с пользой. Летом на такой площадке удобно играть в футбол, а зимой залив корт получится отличная хоккейная коробка. В Москве такие площадки давно уже с искусственным покрытием во дворах открываются. Но я думаю, что город Чебоксара не должен отставать. В этом году еще открытие за Волжи такой площадки. Ну и в перспективе город будет планировать, я думаю, что только будет понарастающее открытие таких площадок. В день открытия во дворе развернулся настоящий спортивный праздник. С показательными выступлениями и мастер-классами выступили столичные баскетболисты, чебоксарские ястребы, аэробисты, теннисисты и, конечно же, футболисты. Активными участниками торжества стали и жители. Самые юные оценили подарок сразу. Я буду здесь заниматься футболом, играть с друзьями и буду приходить по возможности, почти каждый день пытаться. Я буду выходить сюда очень часто, буду летом играть в футбол с друзьями и зимой буду кататься с друзьями на коньках. Было бы хорошо, если бы везде открывались такие площадки, особенно в дарах, где нет рядом стадиона. Будет где работать теперь и инструктору по спорту Марии Макшеевой. Это замечательная популяризация спорта в Чувашской республике и я рада быть частью этого праздника. Надеюсь, подобные площадки еще будут строиться и тем самым дети будут привлечены к спорту. Площадь искусственного покрытия 20 на 40 метров. Общая стоимость объекта составила 4 миллиона рублей. Напомним, что помимо этой площадки в последние месяцы в Чебоксарах были оборудованы мини-футбольные и баскетбольные поля при шести школах столицы. И муниципальная программа по ремонту и строительству спортивных площадок еще не завершена. Екатерина Абрамова, Арена Гавеляна, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о других событиях дня города в наших следующих выпусках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин